Программа «Сельская жизнь» Сотрудники Росельхозцентра встречают нас уже на улице, рядом с главным входом. Красивые они собрались для того, чтобы сделать новое совместное фото. Ведь для этого есть отличный повод. День рождения, не точнее юбилей филиала Федерального государственного бюджетного учреждения Российский сельскохозяйственный центр по Саратовской области. Он образовался в 2007-м и собрал в одном месте ведущих специалистов региона. Именно от этих людей во многом зависит продовольственная безопасность России. Но обо всем подробнее. И начнем, пожалуй, с самого интересного – испытательной лаборатории. Здесь определяют качество зерна, масличных, бобовых культур и продуктов их переработки. А также проводят оценку качества семян, исследований пищевой продукции и кормов на безопасность. Сейчас все сотрудники за работой. Ее много. В этом году в области был собран небывалый урожай пшеницы. На данном этапе заканчивается уборка подсолнечника. Весь собранный урожай производители везут на экспертизу. О том, как ее проводят, расскажет заведующая аккредитованной испытательной лаборатории Ищук Надежда Николаевна. Самый первый анализ у нас – это определение зараженности. Это у нас расев. Согласно ГОСТу устанавливается время. И таким образом просеивается зерно. Здесь вот хорошее зерно выкипает. Да. Если вредители есть, они останутся на специальных ситах. Открываем все. Сначала смотрим одно сито. Визуально осматриваем. Вот, посмотрите. Давайте. Жучков нет у нас, движений нет. А то, что вот это высеялось? Это высеялось – это ничего страшного. Просто как шелуха такая. Да, да, да. Вот. И рассматриваем вот это. Уже смотрим, есть ли движения. Но вот нету здесь у нас вредителей. А вот этих жучков их можно разглядеть? Конечно. Без микроскопа. Можно. Да, они шевелятся. Чисто. Но вредителей в лаборатории можно разглядеть на учебном плакате. Какие интересные у них названия. Мукоед рыжий. Амбарный долгоносик. Притворяшка вор астралийский. Мучной клещ. Может и хорошо, что они нам сегодня не встретились. Можно приступать ко второму этапу проверки зерна. Смешиванию образца и выделению навесок. Второй этап у нас идет. Вот у нас идет БИС. Это делитель. Чтобы определить влажность, натуру, нам нужно выделить средний образец. То есть к нам в лабораторию поступает 2 килограмма. Существует несколько способов. Есть ручной способ выделения средней навески. Есть на делителе БИС. Сюда мы высыпаем зерно, отсюда зерно сыпется. Сейчас мы покажем. Берем образец. Насыпаем. Проверяем, все ли у нас здесь стоит. И вот движением руки. Так у нас сыпется. Так у нас сыпется образец. То есть вот эта средняя навеска у нас идет на натуру. На определение. Здесь у нас идет насорно-зерновую примесь. Примесь есть вот в этом образце? Мы будем разбирать все на доске. Конечно, конечно. Это следующий уже этап. Анализ включает в себя много этапов. Определение натуры зерна, клейковины, числа падения. Еще одно кропотливое интересное исследование. Определение стекловидности зерна. Вот посмотрите, пожалуйста, как оно здесь светится у нас. Каждый рядочек. И чем прозрачнее, тем лучше? Чем больше стекловидность, тем лучше. А вот у семян подсолнечника ценится другой показатель. Масличность по ГОСТу должна быть не менее 40%. А в случае несоответствия подсолнечник используют на технические цели. Здесь у нас стоят два инфра-скана, на которых мы определяем разные показатели. Вот на этом инфра-скане мы определяем масс-личность. В данный момент определяется масс-личность подсолнечника. Выращена на нашей территории тоже. Это довольно-таки быстрый метод. Если у нас прибор прогрет, прогревается он в течение где-то 30 минут, 40. Стоит рядом мельничка для размола. Широт засыпается. И нажимается. Вот образец готов. Вот идет измерение. И мы сейчас увидим, какая масличность подсолнечника составляет 41,7%. То есть они уложились по ГОСТу. Это идет на третий класс. Надежда Николаевна с большой гордостью рассказывает о каждом приборе лаборатории. Все оборудование современное, новое, а главное – отечественного производства. На нем определяют показатели качества и безопасности зерновой продукции. А с недавних пор еще и уровень радиации. Это прибор для решения задачи радиационного контроля пищевой промышленности. РОДЭК. Город Санкт-Петербург его изготавливает. С помощью этого прибора мы измеряем цезий и стронций в зерновой и зернобобовой продукции. В данный момент сейчас у нас идет измерение. Анализ идет льна. Льон масличный. Этот анализ очень востребован у сельхозтоваропроизводителей, потому что показатели на цезий и стронций входят в декларирование на показания безопасности. Результат анализа выводится сразу на монитор в виде графика. В том, что этот прибор будет очень востребован, никто не сомневался. Данный метод активно используется саратовскими сельхозтоваропроизводителями для осуществления радиационного контроля выращенного урожая. Можно отметить, что содержание цезия и стронция в проверенной пищевой продукции находится в допустимых нормах. Впрочем, спросом пользуются абсолютно все услуги лаборатории. Наша лаборатория соблюдает все законы существующие. Во-вторых, наша лаборатория аккредитованная. Мы соблюдаем все законы. У нас отсутствует конфликт интересов, беспрестастность лаборатории, качественное выполнение работы, своевременно и быстро. В зависимости от того, какие показатели заказывает нам товаропроизводитель, мы определяем эти показатели. Заносятся они все в протокол. И наш протокол может использоваться и при продаже, и наши показатели идут при декларации. Кроме того, специалистами лаборатории ежегодно проводится мониторинг качества зерна нового урожая. Это обследование озимой, яровой пшеницы, ржи и чменя. В 2017-м показатели приблизились к 100% от всего валового продукта. Мы знаем, что у вас есть своя коллекция. Да. Покажете нам? Покажем. Шкафчик не для всех, наверное, открывается? Ну, для пользования для нашего мы собираем коллекцию, с чем мы работаем, что у нас тут выращивается на наших полях. Это и пшеница, и гречиха, и проса, и горчица, и рапс, овес, рожь. Можно даже посмотреть. Конечно. Рыжик. Вот лен масличный, пожалуйста, красивый, белый, который в последнее время рекламируют, что он очень полезный. Эти лабораторные экспонаты часто выезжают на различные всероссийские и даже международные конкурсы и выставки. Руководители саратовского филиала Россельхозцентра не пропускают ни одного крупного мероприятия. И на каждом получают дипломы, медали и другие награды. Наш филиал, он участвует в выставках во всероссийских днях поля. Наши первые медали были завоеваны на выставке «Золотая осень», которая проходила в городе Москва. У нас были представлены конкурсные работы по трём биопрепаратам, по которым мы завоевали серебряные медали. В 2016 году мы выезжали, также участвовали в выставке «Золотая осень», которая проходила на ВДНХ в городе Москве. Также мы завоевали медали «Золотую» и «Бронзовую» медали. В 2016 году мы принимали участие в городе Санкт-Петербург в конкурсной программе выставки «Биоиндустрия 2016 года». «Биоиндустрия 2016. Санкт-Петербург. Международный форум». Среди участников учёные, специалисты России, Австрии, Белоруссии, Турции, Китая, Германии. Саратовский филиал Россельхозцентра уверенно взял сразу две золотые медали, представив на форуме новейшие биопрепараты. Примерно так выглядел выставочный павильон в Северной столице. Те самые биопрепараты. О каждом из них подробно расспросим начальника отдела защиты растений Наталью Короткову. Разрабатываем наши биопрепараты, которые биопрепараты с заменой аналогов импортных пестицидов, которые и дорогие, и вторая, значит, какая степень важная, что они более безопасны для человека, даже можно сказать, совсем безопасны. Мы выпускаем экологическую чистую продукцию, чтобы и мы, и дети наши, и внуки ели и не боялись. То есть продукция обработана этими биопрепаратами, получается, буквально на второй день мы ее можем уже кушать. А сами знаете, у импортных пестицидов там срок ожидания. На некоторых написано там 30 дней, 60 дней. То есть, образно говоря, вот этот аналог. Ризогрин – микробиологическое удобрение на основе азотфиксирующих бактерий. Именно эти полезные бактерии вытесняют болезнетворные, лишая их пищи и жизненного пространства. Вырабатывают антибиотики против грибных болезней. Выделяют ростостимулирующие вещества и витамины. Применяются для предпосевной обработки зерновых культур. А также для обработки посевов зерновых культур в период вегетации. Псевдобактерин-2. Это препарат, который у нас работает на зерновых культурах. Мы его применяем для предпосевной обработки семян. То есть семена можно обрабатывать им, замачиваем от корневых гнилей и ряда других болезней. И также работаем с псевдобактерином по вегетации. То есть в этом году обращались мучнистая роса, ржавчина на посевах культур. В начальной стадии, если вовремя заметили, обрабатывали этим препаратом и приостанавливали развитие болезней. На яблони, груши. На разных культурах. Очень многие берут на виноград. Виноград вообще, говорят, такое проблемное растение. Такое капризное. Вот ложный мучнистый роса на винограде. Вот бывает тоже от него. Флаубактерин. Вот также новый препарат, который помимо того, что он обладает... Вот конкретно псевдобактерин – это от болезни. Резоторфин, он как у нас микроудобрение. А вот флаубактерин, он у нас обладает двойным действием. Он борется и от болезней, и своего рода, как тоже так же, как азотофиксатор. Так, вот смотрите. Вот видите, вот клубенечки. Да. Вот. Это то есть обработан резоторфином. А вот видите, вот видите, он совершенно чистый. А вот эти клубенечки образовались. Семена мы обработали. Да, вот они, вот своего рода как вот азот уже отсюда идёт. А потом вот растения убираются, они, кстати, клубенечки, как я вам объяснила, они остаются в почве. И то есть на них уже другие последействия. Всего филиал Россельхозцентра выпускает пять видов биопрепаратов. Все они предназначены для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, от грибных и бактериальных болезней, как в открытом, так и в закрытом грунте. Ими можно протравливать семена, опрыскивать растения, обрабатывать перед хранением овощи, ягоды, фрукты, бобовые. Все эти в буквальном смысле волшебные удобрения производят в посёлке Коминтерн под Энгельсом на биофабрике. Симпатичное двухэтажное здание, почти как новое. И не подумаешь, что на самом деле фабрику восстанавливали из-за развалин. В начале 90-х здесь когда-то было производство удобрений, но быстро пришло в упадок. 20 лет здание стояло заброшенным. В 2012-м Россельхозцентром было принято решение восстанавливать. В 2014-м на фабрике выпустили первую партию биопрепаратов. Если у биопрепаратов небольшой срок годности, они, как правило, готовятся на заказ. Другое жидкое удобрение на складе есть всегда. Это гумат с красивым названием – здоровый урожай. Мы сейчас находимся в складе готовой продукции гумата. Эта продукция уже наработана на 2018 год. Гумат – комплексное удобрение на основе гуминовых кислот с набором макро- и микроэлементов. Их здесь сразу 12. Азот, калий, железо, марганец, молибден, цинк, кобальт, бор, сера и кобальт. Что не хватает в растениях, все это дополнительное питание для растений. Применяет гумат почти на всех культурах. И на зерновых, и на овощных, и на масличных, и на кукурузе. В общем, на всех культурах применяется гумат. На всех? На всех. Производственное применение в правобережье препарата здоровый урожай в Самойловском и Турковских районах по вегетации снизило степень поражения сортов азимой пшеницы различными болезнями и повысило урожайность от 2 до 5 центнеров с гектара. А проведенная производственная опытная проверка влияния гумата здорового урожая совместно с биопрепаратами псевдобактерин и ризоагрин на посевах азимах НИИ сельского хозяйства Юго-Востока дали прибавку на 30%, на яровых в пределах 3%. Россельхозцентр строит свою работу по импортозамещению пестицидов в сельскохозяйственном производстве, утвержденной губернатором Саратской области и постановлением правительства Саратской области от 20 января 2015 года. В исполнении данного постановления при филиале ФГБРО Сельхозцентра по Саратской области имеется биофабрика и производственный цех по наработке биологических средств защиты растений. Выпускаемые препараты предназначены для сельскохозяйственных культур от вредителей грибных и бактериальных болезней. В государственной программе развития сельского хозяйства в России на 13-20 годы развитие биологических технологий обозначено одним из важнейших направлений в решении вопросов продовольственной безопасности, получения качественных, экологически чистых продуктов питания, восстановления плодородия почвы. Применение биологических средств защиты растений экономически более выгодно по сравнению с химическими препаратами. В первую очередь надо брать во внимание, что в результате применения биопрепаратов мы получаем экологически чистую продукцию. И стоимость обработки одного гектара биологическим фунгицидом, производимым на нашей биофабрике, таким как флаобактерин, составляет порядка 210-300 рублей в зависимости от нормы расхода. А обработка химическими препаратами в среднем составляет от 1200 рублей на гектар и выше. По словам Назирыка Абдуловны, урожай действительно выходит такой, как с картинки. Правда, сначала сельхозтоваропроизводителям приходится потрудиться. Мы приехали на поле озимой пшеницы, чтобы встретиться с главным агрономом ЗАО «Энгельская» Левиным Василием Николаевичем. Вот уже несколько сезонов подряд он обрабатывает поля гуматом. С Росельхозцентром мы уже работаем на протяжении более трех лет. И вот в течение вегетации озимой пшеницы со специалистами Росельхозцентра обследуем поля, смотрим. Если есть болезни, сразу стараемся по их рекомендациям носить вот эти... Ну, сейчас работаем биопрепаратами. Даже вот в прошлом году закладывали опыты. И вот по результатам этих опытов, по сравнению с контролем, в зависимости от какого именно биопрепарата мы три вносили, прибавка к урожаю от трех до пяти центров. И уже в третий раз с начала весны на его поле приезжает Роса. В Росельхозцентре три опрыскивателя Роса, три рубина и один Барс, который работает по всей области. А чем они отличаются друг от друга? Ну, Барс, она как, более мощная машина. А рубин и Роса, тут единственное их отличие – это емкость бака. Самоходный опрыскиватель Роса, который у нас на данном поле будет работать. Этот препарат, значит, у нас работает по внесению средств защиты растений и подкормкой биопрепаратами гуматами. Вы нам покажете, как происходит процедура опрыскивания? Обязательно. Этой осенью Василий Николаевич решил воспользоваться еще одной услугой саратовского филиала Росельхозцентра и вызвал портативную лабораторию. С помощью фотометра Аквадони специалист проведет полную диагностику растений. В первой части нашей программы мы начали знакомить Вас с работой саратовского филиала Российского сельскохозяйственного центра. И главная цель этой работы – импортозамещение пестицидов в сельскохозяйственном производстве. Комплекс мероприятий, который был утвержден губернатором Валерием Радаевым и правительством Саратовской области, направлен на увеличение уровня самообеспеченности продовольствием за счет роста производства в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. При филиале Россельхозцентра успешно работает биофабрика и производственный цех по наработке биологических средств защиты. Выпускаемые препараты предназначены для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей грибных и бактериальных болезней в открытом и в закрытом грунте. Как результат – экологически чистая продукция. Специалисты отдела постоянно ведут работу по информированию, консультированию населения. И сельхозпроизводитель по применению биопрепаратов и гуматов проводит рекламные выезды с продукцией, участвует в выставке «Мейполе» и других мероприятий. В 10 районах области заложены демонстрационные опыты по применению биопрепаратов в районах Энгельский, Пугачевский, Базарно-Карбулагский, Калининский, Новобуразский, Марксовский, Федоровский, Екатеринский, Ершовский, Романовский. На различных культурах – подсолнечники, озимая пшеница, ячмень, яровая пшеница, овощи. Так, в опытах проведения в зале Энгельского района на посевах озимой пшеницы, сорт жемчужин по Волжье, прибавка урожая при обработке биопрепаратом «Резагрин» по вегетации составила 2,8 центнерсгектара. В ИП Бачкарев-Нобуразского района на зимой пшенице «Схорт-Скиптер» прибавка урожая при обработке биопрепаратом «Резагрин» по вегетации фазокущения составила 8 центнерсгектара. В ИП «Захаров» на зимой пшенице, сорт жемчужин по Волжье, прибавка урожая при обработке по вегетации фазок выход в трубки составила 3 центнерсгектара. Также в этих хозяйствах применение веопрепарат способствует лечению качества калекарина. С недавних пор специалисты центра активно используют и новый метод функциональной диагностики питания растений. Это портативная лаборатория «Аквадонис». Ее уникальность в том, что анализ можно проводить и прямо в поле, и в кабинете, и в любом другом месте. Пробу отбираем от растения сверху третий-четвертый лист. Лист берется, верхняя часть отрывается, так как сгусток хворопастов находится в центре основной, чтобы была проба как можно более точной. После того, как мы добыли растительный сок, мы готовим препараты, физические растворы, и добавляем в него реактивы в зависимости от элемента. После того, как мы это сделали, мы готовим пробу. Это такой специальный шприц? Да, это специальный прибор для того, чтобы, так сказать, раствор был в определенной дозировке, и тем самым мы не ошиблись ни в каком этапе проведения опыта. Сбалтываем. Выливаем его в пробирку, которая специально для этого оборудования разработана. Закрываем герметично. Вставляем его в прибор. Запускаем его. Менее часа необходимо для того, чтобы определить потребности растения в микроэлементах. Будет таблица написана, каждый элемент расписан. И будут три показателя. Избыток, недостаток и оптимул. Отталкиваясь от этих уже показателей, мы можем, так сказать, дать рекомендацию хозяйству и составить непосредственно список препаратов, которые ему нужно применить на данном этапе развития растения, чтобы в дальнейшем он получил большой и качественный урожай. Качество урожая во многом зависит и от качества семян, говорят специалисты центра. В Саратовском филиале есть целый отдел, который изучает это направление. Основным направлением нашего отдела является сертификация семеноводческих хозяйств, сертификация семенного и посадочного материала, а также проверка яровых и озимых культур на посевные качества, проверка на сортовые качества семян. Все семеноводческие хозяйства, которые засертифицированы у нас в филиале Ростельхозцентр по Саратской области, производящие элитные семена, работают непосредственно с филиалом и получают сертификат в соответствии на посевной материал. В этом году у нас Москва нам предоставила такую услугу по государственному заданию. Это определение генетически модифицированного организма. Для этого анализа филиалом были закуплены тест-полоски на определение ГМО. ГМО мы определяли на зерне у кукурузы. Специалисты провели анализ семян кукурузы на ГМО во всех 38 районах Саратовской области. И теперь могут точно сказать, генетически модифицированной кукурузы на наших полях нет. Каждый качественный продукт, будь то зерно, семена, фрукты, овощи, продукты питания, вода и даже стройматериалы, список на самом деле очень длинный, обязательно должен получать специальный сертификат. Он подтверждает соответствие продукции и гарантирует ее безопасность. В Россельхозцентре такие сертификаты им выдают. Он включает в себя как проведение испытаний, так и регистрацию декларации о соответствии требований технических регламентов Таможенного союза. Отдел сертификации занимается именно этой работой – регистрацией и декларацией о соответствии требований технического регламента Таможенного союза. Помимо того, делу также возложены функции по определению качественных показателей зерна. Зачастую возникает ситуация, когда при прибытии зерна к потребителю не проходит по тем показателям, которые были при отправке. И, соответственно, чтобы защитить поставщика зерна, проводятся испытания и подтверждается сертификация эти испытания. И после этого, если возникает спорная ситуация, то наши специалисты выезжают к потребителям и на месте решают возникшие спорные ситуации. В августе этого года специалисты филиала Россельхозцентра области приняли участие в работе 8-го сельскохозяйственного форума «Саратов Агродень поля». Это мероприятие ежегодно проводится на экспериментальном поле, расположенном в черте города. Саратовский филиал Россельхозцентра представил на форуме продукцию собственного производства – биопрепараты, гуматы и меристемный картофель. О нем подробнее. Производство семенного материала безвирусного меристемного картофеля начали в 2016 году. Для этого на территории биофабрики построили две большие теплицы, где осенью получили первый чистый семенной материал. Сейчас производство активно продолжается. Закуплены сразу шесть новых сортов. А в 2017-м специалисты филиала Россельхозцентра ввели в эксплуатацию еще две новые теплицы. Там будут выращивать меристемную землянику и проводить черенкование роз. Здоровый посадочный материал уже закуплен. А мы заканчиваем нашу экскурсию по саратовскому филиалу Россельхозцентра. Разглядываем фотографии на стенах. Это коллективы районных отделов. Всего их 36. Скоро здесь появится и новый снимок, сделанный в честь 10-летнего юбилея. И, как говорят сотрудники, это только начало. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok